Здравствуйте, Андрей Широков, ПП Флеппородоцелитель. Я увидел такой диалог на нашем канале. Человек написал, что отменила мясо, молочку, там не помню, еще что-то, что-то страшное тоже, убивающее. И меня так колбасит. А молодой человек там пишет, значит, женщине, ну, слишком резкий переход. Ну, вообще, что он написал ей? Мадам, у вас слишком резкий переход от ядов. Вы слишком резко убрали яды. Ну, конечно, с точки зрения, как бы, ломки привязанности, там, ну, на эмоциональном плане, да, и на ментальном. Ломку можно объяснить, что вот я, ну, не просто же так человек был на молочке. То есть, это есть определенный метафизический смысл. Это как получение вот материнского молока, то есть, неполученная какая-то любовь, привязка именно вот к матери, да, или, например, мясо, там, ну, это чисто для того, чтобы гасить агрессию, да, то есть, это вот, это с точки зрения метафизики. То есть, тут, конечно, человека колбасит. Дальше колбасит ещё, может, вот, привязки идут уже на физическом плане. Ну, это, ну, несколько дней, на самом деле, там вот резкая именно как отмена. Идёт микробиота, вот гнилостная, например, на помолочке, которая работала и по тому же мясу. Она, отмирая, даёт вот сигналы, дофамин как бы, да, идёт. Ну, это, ну, я не знаю, сколько такое может длиться, ну, недолго. Это речь идёт там, ну, 3 дня, может быть, да, то есть, ну, сколько она будет отмирать. Она, пока субстрат ещё вот был, да, идёт он по кишечнику, ну, несколько дней у людей идёт вот эта масса гнилостно-бродильная, да. А сейчас средняя, 2-3 дня, говорят вот врачи. И, как бы, ну, ещё несколько дней, да, идти там после этого. Ну, в течение недели, да, например, может быть. Ну, не больше. Дальше уже всё отмёрзло. Там она не будет жить, если туда не даётся чего-то кушать. Она размножается только на среде, на питательной среде. Ну, микробиологию, пожалуйста, посмотрите. Просто некоторые вот пишут, вообще ничего не понимают. Полгода вымывать гнилостную микробиоту. Ну, там, в самой трубке кишечника, там не может она без питательной среды расти. Другое дело, что у вас в межклеточном пространстве и вообще в среде внутренней куча всякого невидового субстрата, на котором там и стептококки могут расти, и простейшие, и всякие подъедают это черви, да, где-нибудь в протоках. То есть, естественно, всё много ещё остаются метаболиты. Но вот именно той гнилостной и бродильной микробиоты её уже нет. Поэтому, ну, в течение недели это уже дофаминовая вот эта тряска, она, в принципе, пройдёт. А дальше уже надо смотреть на кризоочищение. То есть, ну, вряд ли там человек отменил, и у него прямо сразу очищение пошло. Ну, может быть, значит, там уже тело вот прямо терпело-терпело, и только убрали вот эти активные яды, которые, да, вот это. И оно сразу начало очищаться, и пошёл такой дискомфорт очищения. Ну, надо работать с этим. У нас очень много роликов на эту тему. Но что вы предлагаете? Вернуть обратно то, что вот это ядами? Ну, это вот верните человеку героин, потому что вот при отмене героина ему ещё пока плохо. Ну, ну, слушайте, я не знаю, как там с наркоманией, по-моему, их так и не лечат толком, да, не исцеляют. Ну, вот с пищевой наркоманией-то, ну, давайте что-нибудь уже придумаем, уже 21 век, столько технологий. В конце концов, да, ну, можно снимать токсическое состояние. И есть для этого и фитотерапия, и гемопатические записи, и прибор, в конце концов. Ну, значит, если вам совсем никак, ну, я вам расскажу, какой, значит, приобрести и снимать именно токсикоз. Да, я сам это себе делал, тяжелейший токсикоз, и я пережил на очищение. Вот, но дальше, ну, мягко давите это всё-таки какими-то не такими жуткими субстратами. То есть, ну, у нас есть вот ролики, так называемые, что вот как бы чем можно гасить. Смотрите, изучайте канал, да. Ну, если совсем всё плохо, ну, вот там индивидуальная консультация, и здесь как бы только чётко сформулируете именно вопросы, что вот, ну, никак, да, и вот будем смотреть, что там происходит. Потому что, ну, мы пока всё это предполагаем, да, я просто перечисляю, что там может быть. Но что там отменили, вот мясо, молочку, там, не знаю, и хлеб, например, да, как глютеновые какие-то фракции. И что, сразу стало чего-то не хватать. Да там уже давно всего не хватало в любом случае. И если, конечно, спровоцировалось очищение, то да, то там, возможно, начнёт ещё больше не хватать. И тут, конечно, нужно вот учиться это очищение, несколько его притормаживать. И восстановить какие-то запасы, особенно по минералам, по водной фазе, да. Потому что нужно и растворитель для очищения, и клеткам нужно наполниться минералами, водой. А это не произойдёт всё оно за один день. Надо смотреть по белкам, жирам, нет ли негатива. Потому что, если там близко к истощению, неважно, что вы можете больших форм быть, пышных. Но при этом у организма нет реально своих белков и жиров, да. Там чёте что просто. В отёках, в шлаках, а реально своего полезного веса там почти и нет. Поэтому, ну, естественно, надо реагировать на ситуацию, да, и смотреть. Ну, я вот, я по этому биолокации вот и работаю, как бы, ну, по себе в основном работала. И сейчас всё больше подключаю это именно в работу с пациентами. А поначалу, как бы, это была для меня палочка-выручалочка. Потому что, ну, я по сайтам не бегал, нигде вопросов не задавал. И я сейчас так понимаю, что их, в принципе, задавать негде. Ну, чё-то я, как бы, вот, не натыкаюсь. Я очень хочу наткнуться вот там, где вот, как бы, реально, ну, всё такие вещи, как бы, раскладывают и по полочкам. И, с другой стороны, никто особенно и не обязан был мне там отвечать. И, наверное, это было бы платно. И там, где я, как бы, ходил, платил всё-таки деньги. Ну, вот, по питанию толком нормально никто ничего не мог. То есть, у людей много инструментов, есть какие-то наработки. Ну, вот, чтобы совместить именно и фитотерапию, и специальную гемопатию крайне высоких частот, и метафизику, и коррекцию питания. Вот, всё вместе, как бы, мне пришлось это, ну, из разных источников и своим опытом. А что касается именно коррекции питания и самого того, как оно работает, ну, в основном это вот мои наработки. Не потому, что я такой умный, а что-то как-то вот эта тема, вот эта вот, она настолько, как бы, по сути, противоречивая и очень, как бы, ну, тяжёлая у людей. Поэтому, да, ещё раз, надо разбираться, конечно, что там вот происходит, почему колбасит. И здесь ещё раз опять повторяю, что не может быть такого, что мы должны оставить ядовитые субстраты, потому что человеку становится плохо, если их отменить. Это то же самое, что мы продолжаем колоть героин, ну, потому что без героина там ломка начнётся. Ну, вот это просто, это средневековье какое-то. Андрей Широков, Клупефрит, правда, целитель.